итак всем привет с вами этом добро пожаловать у нас обзор патча 115 уже финальный то что прошлый видос был так скажем смотр на бета-версию и отличие есть какие-никакие но они есть но мы сегодня посмотрим насколько она будет отличаться от предыдущей версии не откатиться уже на старую версию вроде как на 11 4 изменения яичника крупная держава посылает добираться на гражданскую войну в испании даже без резистанция больше не считает вражеские озера опасными узнал что такое безумие больше не пытается повторно атаковать то же место есть предыдущая так провалилась боты немного поменьше убиваться будут сомневаюсь я очень в этом яичники в любом случае ну и так далее заканчиваются людские ресурсы так далее но это яичник тут особо рассуждать нечего и так интерфейс режим карты снабжения позволяет взаимодействовать со счетчиками морских юнитов и не скрывает окна флота справлены окна армии флота открываешься поверх друг друга до помощи такое было тут много достаточно интерфейсных изменений особо уже прям все зачитывать я не буду ну как-то интерфейсные баги я не думаю что сильно кому-то мешали ну и самое главное в этом патче разумеется баланс прошлое не так сильно важно что ли а баланса реально крайне важная тема так как его поменяли достаточно сильно но и сегодня мы это постараемся рассмотреть базовая стоимость теоретика близкрига повысилась обаятельный листец теперь снижать затраты на улучшение отношений бесполезно все также тайный манипулятор больше не дает множитель политочков вместо этого дает подробной деятельности защита от смены диалоги на 025 благожелательный джентльмен теперь снижает сопротивление урону по гарнизону помимо ежемесячной прибавки к мнению ну это принципе неплохо идейный борец теперь дает модификатор стабильности популярности партии помимо старых эффектов это полезная очень тема например у нас в духах армии сейчас уже в длс появилась теха которая как раз таки дает стабильность при популярности партии у некоторых в идеологии помню всех и но реально неплохо дает там но 10 процентов там почти на каждой стране можно спокойно получить если не 15 и это офигенная тема на опять же на некоторых странах иногда советники беспонтовые и этого поставить даже проще министра военпрома теперь повышает скорость средства узла снабжения на 10 процентов но это хорошо потому что бонусов нас нужно снабжение не было изменяя баланса брони вариантов самой этом орудий так далее поменены скорострельная пушка 2 перемещена в технологию антитанка 4 то есть это предпоследняя технология 42 года вроде и реально теперь скорострельная пушка будет куда меньше решать потому что она будет появляться очень поздно ну кого как опять же у кого-то скидки есть хорошие которые по мото снаряжение у мото противотанкового повышен до 36 немножко дороже стали моторизованные птон наполовину снижен моторизованные прорывы броня не знаю зачем они это делали конечно броня вообще при чем-то тут брони моторизации нету кроме как механов механов так броня маленькая ниже пробивание пт орудий вот это кстати важно потому что ну это те же птожки потому что ну щиток на танках просто не сделать если кто не знаешь такой щиток это когда у тебя броня превышает вражеская бронебой бронебойность вражескую и у тебя в итоге дивизии меньше урона себя впитывают и это очень даже важно и полезно опять же в одиночке матиплееры где угодно добавлены недостающие затраты вольфрама на моторизованную реактивную артиллерию полный ребаланс танков еще раз танков орудия теперь основаны на весе класса башни то есть скорее всего теперь в среднем допустим в тяжелом танке не пихнешь среднюю башню с тяжелой пушкой скорее всего так но это мы чекнем стабильность производительность списка игроков и который сбрасывал значительно сокращено время запуска игры это кстати да реально так на бете это уже ощущалось исправление куча ошибок важные принципе ощутимые чем выделим исправлен эксплуат который позволил обходить кулдаун на снос на сооружение во время войны парочку можно сносить за раз там через какое-то время только остальные можно сносить снабжение по воздуху теперь перераспределяет потребление припасов на домашнюю авиабазу ошибки с низкими заданиями снабжения по воздуху которые не оказывали эффекта бабах я такого не замечал ну и опять же я снабжение по воздуху ты не использовал что лет как исправлен положительный эксплуат с фокусом позволяющие накапливать модификатор это как раз таки насчет бесконечного фокуса по строительству флота исправили они этот баг что можно было там за секунду ямато строить правильно вылет из-за недействительного приказа морском вторжении что как это появляется вообще железнодорожное орудие больше не должны оказываться морском вторжении исправлено задание удар по логистике который неверно учитывал количество самолетов сейчас может быть она станет немного менее имбовым но все равно приказ очень имбовый в любом случае благодаря нему можно истребить всю страну за пару месяцев сеть снабжения теперь учитывая доступность конвоев пытается отдать приоритет пропускной способности они всеми силами избегать морских маршрутов снабжение немножко пофиксили в этом патче маршрута морского снабжения теперь учитывая флаги заблокированных регионов исправленные идеи конструкторского бюро не дававшие бонусы представленные на странице параметров снаряжения интересно какие давали такое я такого вообще не слышал атаку операцию краш чертежи больше не дает доступа к сразу к обеим взаимосключающим веткам вот это самое самое одно из важных в этом патч теперь вы не сможете воровать промышленность ту же допустим у вас рассредоточку врага конце прав вы воруете него у вас не будет таких бешеных скида как раньше теперь все это будет более правильно и наконец-то это сделали раза бы уже сами они моды и так далее исправили вылет на рабочий стол при переименовании проекта жд орудия как это вообще происходит я не понимаю напишите из-за чего такое может происходить прогеры пожалуйста ну и в давайте в общем то перейдем в игру посмотрим что да как и так в общем то первым делом я залез ветку арты ну и могу сказать что первое реактивная установка стала максимально 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 еще более бесполезный потому что она стала стоить ресурсы раньше она их не стоила и какой-то альтернативой обладала из-за этого а теперь она максимально бесполезная то есть смотрите у нас вот это открывается 40 40 году дается 25 атаки здесь у нас средняя гаубица 35 атаки 1 средняя гаубица то есть вот эта штука она по моему как вот как орудие непосредственной поддержки чем думают раза бы когда балансе эту херню я не понимаю вообще ну почему они до сих пор вот эти модули не при балансе есть их можно дополнительно поставить ладно будь здоров ставь говорится далее это очень сильно уменьшила свою бронебойность во-первых во вторых ресов стала гораздо больше жраться на почти все модули и начиная со второго пта у нас начинается жраться хром как бы то не звучало реально хром теперь она жрется на пта и это мать его больно вторая скорострельная пушка жрет что также неплохо так ресурсов 125 бронебойности у нее ну и скорострельные принципе третья точно также 200 бронебойности и все также тяж орудия хуже чем скорострельная пушка почему она хуже потому что битве танков решает харда рды меньше стоимость больше что по ресурсам что так противопехотная до больше но она не так сильно зарешает в этом моменте раза бы можно считать это не перебывать а вот это вот скорострельная вот это тяжелая точнее пушка она уже будет куда большим использованием обладать потому что ну на 1 скорострельные особо сильно не повоюешь не очень маленькая противопехотная атака с танками и пехотой одновременно все таки воюшь как никак вот и как бы больно максимальным разумеется сейчас будет больше упор на обычные средние пушки хоть как-то средний примерно урон тяжелая пушка также осталось в пта 25 на 35 скорострельный 20 на 35 принципе да тяжелая пушка лучше она раньше открывается но стоит она 7 не 5 и по прессам одинаково не стоит можно делать будет танки с тяжелой пушкой но опять же это либо пт средняя либо тяжелый так поэтому либо будут использоваться тяжели бы будут строиться меды с пт-шками допустим на и базе этих и просто с обычной средней пушкой 2 средняя пушка открывается здесь она уже такая более уверенно у нее противопехотная атака повышается кстати противотанковая почему-то абсолютно такая же как у 1 это было еще до этого и она так и осталось ну и как вы понимаете в принципе щиток будет гораздо легче сделать во-первых против то во вторых против просто орудий нас безусловно может конечно ставится тяжелый лес расстрельная пушка 1 даже и бронебойность принципе будет неплохая до пт-шек тех же так далее но сами танковые именно дивизии если их не разбавлять чем-то дополнительно и они будут на обычной средней пушки бронебойности они сильно большой обладать не будут на соответственно танки танки у нас очень 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 сильно подешевели по крайней мере их основной модуль скажем давайте исследуем одинаковый уровень модулей и посмотрим шаблоны удешевление очень сильная на самом деле а также катюши вроде не стоили вольфрам да не не стоили вольфрам и теперь стоит вольфрам поэтому все эра прошла в общем-то танки реально станут гораздо дешевле мы по сути можем поставить пушку какую-то шесть и четыре молотка тупо средний танк пацаны это как раз еда ну резов много живет но сейчас я не знаю но это будет критически много танков на фронте ну да можно по наставить пулеметов там будет средний танк примерно а 8 как бы окей окей но проблем ну 8 и 8 это еще могу дорожали как-то ну если запотеть там 10 у нас будет принципе достаточно неплохой танк я хочу сказать ну плане противопехотной атаки разумеется типа реально дешево очень дешево и реактивная установка еще и дороже выходит я такая же как средний гаубица и она говно не знаю чем раз оба думают когда балансе это те оружие вообще бессмысленно абсолютно также это орудие пт-шку делаем за 12 молотков очень дешево конечно стали танки стоит и да сейчас можно упороться там поставить броню почему бы нет он будет стоить принципе нет не настолько то прям очень дорого склонную поставим там у техе на броню вкачаем принципе будет неплохо здесь они принципе ничего не балансе ли радио стало меньше прорыва давать кстати и в принципе танки с упором на броню сейчас будут куда легче играться соответственно вас пирсить обычная пехота хотя бы не будет даже с патушками там потому в линии придется ставить в принципе нормальная тема в этом плане давайте кстати я забыл броню исследовать броня которая нас сварная да вообще вообще все исследуем они все-таки аж оставили уклепанный брони они убирали стоимость производства из-за этого она была вообще никчемный по сравнению со сварной точнее и сейчас клепаная дает эту стоимость производства уменьшения и хоть какой-то смысл не опять же плюс здесь конечно плюс 20 стоимость производства это дохрена скорее всего сейчас будет мета на сварной брони разумеется там какой-нибудь что-нибудь там придумать там броню вкачал поехал покатился наклонную сделаем принципе можно даже брони юбки что у 4 брони дается принципе не так сильно дорого то есть в принципе но это первая пушка средняя 15 молотков у нас 114 брони на первом среднем танке нет сильно но опять же такой уровень брони почти наверняка у вас не будет потому что это слишком надо сильно его вкачивать ну на втором среднем уже гораздо все легче будет сделать опять же брони юбки принципе не такие дорогие брони дают принципе 4 единицы ну как бы тут уже такое кому надо будет вот и при этом все равно достаточно дешево стоит парка реально даже если мы допустим сделаем пт-шку мол тяжелая пушка дорогая все-таки и не очень это дело выходит но все равно ну короче броню гораздо легче будет делать на танках и это уже неплохо но танк может быть слишком много средних крайней мере легких больше то сильно не станет ну вот у нас 9 молотков 31 атаки дешевле да чем раньше прилично так в принципе она достаточно неплохо себя будет чувствовать на ранних этапах опять же но дорого дорого реально 28 молотков ну по сути как раньше примерно танк стоит раньше он где-то 24 он по-моему стоил до длс и принципе сейчас он будет стоить не намного дороже но при этом эффект будет но опять же это от второго танка будет эффект до броня у первого тяжелую 1 среднего одинаковая поэтому на первом тяжелом вообще смысла кататься только ради тяжелой пушки и все здесь же 10 уже разницы брони есть и принципе она достаточно будет неплохо решать но опять же тяжелого танка больше прорыв на прилично так но и стоимость тоже мое уважение насколько больше также давайте поговорим про некоторые моменты которые они не написали на которые по сути есть почнуть и английском на бета-версию такие как изменение количества танков в сау и пт-шках соответственно мы видим тяжелый танк 40 натяж сау 40 натяж пт-40 вот и соответственно уже так просто это не поиспользуешь но давайте среднее сделаем для более подробного так скажем осмотра нам фиксированную противотанковой сохранили и давай среднюю на сау сохранили сейчас посмотрим уже на средних 50 средних 50 средних и 50 средних соответственно но при этом сау все также третьей ширины фронта то есть из-за этого сау стала максимально бесполезным говном которая делает еще и бесполезнее вас у сау безусловно эффективны когда вы ставите допустим на легкий танк среднюю пушку в принципе в стоимости вы не сильно выигрываете когда вы ставите на средний танк допустим тяжелую гаубицу но и еще исследовать надо это уже до свидания все знает когда будет в этом плане вы немножко выиграете но если у вас не вкачаны вообще технологии на арту то это сау вам абсолютно только вредит тоже вам надо бонус 50 процентов тут максимум 40 ты соберешь со всего так еще хуже себя чувствует будешь то есть если у вас есть возможность не ставить это как сау не делайте этого оставляйте вот танк потому что вы выиграете только два тяжелых таких они будут лучше чем один чем это сдавать его час даже поставим у нас принципе возможность такая есть тяжелые вот два там три танка получается так и поменяем их мы на тяжелые сау получается тяжелый сау вот та же самая ширина фронта мы теряем 26 атаки и просто в никуда я не знаю это просто я я не знаю ну почему это не делают и ничего не меня я думал в быть и ладно еще может поменять я не знаю как работает в принципе основное рассмотрели надеюсь вам понравился данный ролик ждем уже более толковую я бы даже сказал ребаланса потому что ну почему некоторые модули до сих пор абсолютно бесполезны я не знаю у них тестировщика какого-то нет тут кто балансит это даже не понимает по ходу что делает ладно всем удачи всем пока